некоторые могилы уже прям провалились вот впереди например осталось только кладбище с госпиталем ничего нет надежнее смерти домики буржуев значит смыло дворец а рабочий класс не пострадал смотрю на эту красоту барокко я не ожидаю а барокко вот здесь прям если пройти вниз по улице вот здесь такая красивая сказочная мы приехали в одно очень уникальное место которое незаслуженно забыто туристами а ведь раньше это место создавало огромную конкуренцию карловым варом мы приехали в замок уникальный замок в которой опоздали ровно на сто лет называется это место замок кукс при ней не замок кукс теперь это уже а госпиталь кукс и его история началась одного большого обмана когда-то один известный чешский аристократ фронтишек антонин шпорг владеющий поместьем на берегу эльбы решил свои земли сделать знаменитыми на всю европу для этого он пригласил из праги ученых и те получив денежное вознаграждение совершенно случайно обнаружили в поместье целебные источники после повторного такого же честного исследования другой группой ученых того времени невероятные целебные свойства местных вод стали знамениты на всю европу и вскоре здесь образовался самый популярный и безумно модный в кругах чешской аристократии курорт кукс затмивший собой уже популярное в то время карловы вары лишь спустя немногим более 30 лет когда слава курорта сошла на нет выяснилось что вода в минеральных источниках была самой обыкновенной земли шпорка располагались на обеих берегах реки эльба и если посмотреть на весь ареал сверху то вырисовывается такая синхронизация на одной стороне это был дворец и место где люди веселились развлекались здесь была прекрасная лестница на собственно здесь сейчас и осталось по выходным дням и по праздникам по этой лестнице текло вино а в обычные дни текла просто вода вот сейчас собственно вода здесь и течет хотя сегодня выходной день могли бы и вина нам налить вот а на противоположном берегу было госпиталь и кладбище собственно так и получилось что первый один берег это был берег жизни берег напротив это был берег смерти собственно на берегу смерти тоже проходили развлечения например там стояли большие клетки с голубями и еще там стояли гномы с лицами врагов шпорка вообще шпорка назвать адекватным человеком людей живущих 21 веке язык не поворачивается хотя бы потому что он когда-то разрыл могилу своей матери оторвал или как отрезал голову у трупа этот эту голову время возил с собой а сейчас голова его матери собственно череп находятся в замке сейчас мы пытаемся попасть в этот замок ну вообще замок уникальный не замок это не замок это госпиталь что случилось замком со дворцом расскажу чуть позже в госпитале сейчас хотим попасть в госпитале собственно находится и голова и в госпитале находится очень уникальная аптека а еще естественно как и положено любому такому загадочному месту здесь живет привидение и не одну а вот собственно лестница по которой по балюстрадам которые вот здесь вот когда-то текло вино по праздникам по выходным сейчас здесь течет беспонтовая вода которая кстати сегодня хорошо суток асту же асту остужает их господи собачка пьет потому что жара стоит эфиопская больше 30 градусов на улице мы сейчас находимся на берегу жизни вообще в истории с куксом замком кукс дворец кукс сейчас это госпиталь кукс можно его охарактеризовать эту историю так момента море помните о смерти почему потому что когда строили замок когда строили вообще весь этот комплекс дворец который был на этом берегу видимо не рассчитали что река эльба вот она перед нами имеет свойство разливаться берег смерти он чуть выше находится а вот этот берег он ниже соответственно река эльба однажды разлилась сначала она затопила замок а спустя время замок сгорел можно конечно это назвать проклятием как бы их вот замок смерти он стоит вернее не замок смерти берег смерти смерть она вечно а жизнь не вечно берег смерти остался целом тоже не остался цел голубять не пострадали пострадали гномы с лицами врагов мы сейчас попытаемся попасть в госпиталь на берегу смерти находился вот госпиталь и за госпиталем кладбище а вот здесь рынок такой небольшой и вот впереди в белом ларечке придут к шипаве червец и червец и то есть это хрустящие черви какая прелесть и кстати можно бесплатно попробовать замки сохранились в господи почему я говорю все время замок это не замок это госпиталь бывший госпиталь вот в госпитале сохранились гномы парочку гномов стоит там и сохранившихся с лицами врагов которые стояли перед госпиталем этим нас на берегу смерти вот уцелевшие гномы сейчас находятся внутри вот мы находимся на берегу смерти как бы зловеще это не звучало ну берег смерти здесь выглядит вот так красивейший госпиталь внутри очень красивый и там действительно очень уникальная аптека которой можно купить не что-нибудь а самая настоящая чертой рук единорога по такой пожаре подниматься на берег смерти смерти подобно кстати так попытаемся попасть внутрь когда-то мы здесь уже были это была зима и вот зимой конечно меньше людей слава богу не так нет нет к сожалению такой красоты но красота в том что мало людей ну вот мы и внутри старого госпиталя сейчас мы зайдем в зал вот этот портрет антонина шпурка в детстве а рядом напротив этого портрета находится находится портрет его матери и череп его матери вот такая вот зловещая штучка а вот портрет самого шпурка уже во взрослом возрасте а рядом вот портрет его жены вот такой портрет его жены но идем дальше вот так собственно выглядит сейчас бывший госпиталь внутри мало что напоминает о том что это был госпиталь вот впереди макет как раньше это выглядело и вот гномик цветной который это оригинальный гномик который удалось выловить из эльбы а вот так эти гномы стояли на берегу смерти перед госпиталем на картине это изображено рядом еще если будет одна картина правда плохо видно но собственно эта картина этого места вот там тоже берег жизни берег смерти и мост через эльбу и берег жизни с дворцом и домиками для гостей купальнями вот оно все так так оно все было вот тут здесь тоже хорошо видно это ну а дальше мы отправились в коридор о нем хочется рассказать отдельно и подробнее ну а вот этот коридор стены которого украшены старинными фресками мотив которых говорит об одном перед смертью все равны каждая фреска как история история естественно смерти каждой можно подходить ее рассматривать некоторые довольно интересные некоторые не сильно я поняла но остановлюсь на тех которые внимательно рассмотрела например сейчас его будет фреска вот корабль тонет корабль и вот уже на корабле стоит смерть или вот сидят люди за столом веселятся а смерть уже стоит за спиной одного из них вот пожалуйста целая история здесь разворачивается по смерти ну здесь похожая история вот тоже народ веселится за столом сидит играют в карты или что они там делают ну а смерть уже подливает вина кому-то вот все значит и для этого человека видимо сегодня все плохо закончится ну вот здесь тоже за спиной человека стоит смерть здесь грабитель напал на женщину но у него за спиной уже стоит смерть вот такая история ну вот здесь я не совсем поняла кто это и что ну в общем то примерно такие картины такие фрески а это просто библиотека в коридоре тоже очень красивая вот шагаем мы дальше по этому жизнеутверждающему в кавычках коридору попадаем в храм при госпитале с очень интересным проходом который находится за алтарем вот здесь комната в которой священники переодевались как бы это не самое интересное место а вот дальше дальше будет очень интересно и на этом месте я хочу остановиться поподробнее потому что это уникальнейшая аптека лекарна по-чешски причем это не просто аптека одна из самых старых барочных аптек в европе которая сохранилась до наших дней в первозданном виде сказать что это место впечатляет не сказать ничего фрески на потолке следы оставлены на полу еще в 18 веке старая увесистая дверь запах чего-то такого чему не найти определения современности старинные банки склянки весы и непонятно откуда взявшиеся желание купить щепотку порошка из рога единорога смешанного с порошком из чешуи русалки кстати единорог в качестве доказательства того что этот порошок действительно полился популярностью висит над входом конечно порошок из его рога был таким же настоящим как и чудодейственные воды курорта и дай бог чтоб состав его входил какой-нибудь мел потому что если верить надписям на баночках то особой популярностью здесь пользовался порошок из черепа висельника даже говорят что он очень помогал при головных болях остальные снадобья такие как волчья печень змеиный позвоночник косточка и сердце оленя тоже способствовали долгой и счастливой жизни кстати говорят что люди принимавшие это два раза в день после еды жили гораздо дольше многих а некоторые только живут до сих пор ну а потом нас привели в место очень интересно здесь стоят статуи каждая из которых обозначает порог человек или наоборот его хорошее качество все эти статуи подписаны вот расскажу о некоторых вот это например лень вот посмотрите на нее это так выглядит лень во мнению автора но здесь написано гнев перевод мне нужен злость и гнев идем дальше это это статочность отвага вот это отвага это кто у нас ага это какая-то главная статуя честно говоря плохо запомнила и она не подписана дальше у нас идут ага вот это вера ну вера она и по-чешски вера следующее не сложно догадаться это будет надее надежда тоже не очень сложно ну и следующее кто у нас конечно же ласка по-чешски ласка значит любовь вера надежда и любовь только вот здесь у ласки не хватает последние буквы здесь написано ласк должно быть ласка вот такая галерея с интересными скульптурами это все оригинальные скульптуры которые раньше стояли перед на территории замка очень рекомендуем посетить этот это место этот госпиталь это уникальное при этом что это госпиталь это не 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 привычный дворец или замок это госпиталь действительно с невероятной историей бывший госпиталь конечно сейчас здесь никого не лечит да это бывший госпиталь вот и что мы выяснили во время экскурсии оказывается вот по той лестнице по которой сейчас течет вода в начале сентября действительно течет вино потому что начале сентября в чехии проходит вино бра они собирают вино и начале сентября по балюстрадам этой лестнице течет вино в общем интересно я думаю здесь конечно начале сентября очень много людей потому что и сейчас их достаточно на экскурсии было очень много людей зимой здесь вообще никого не было когда мы были как течет вино я никогда не видела было бы интересно посмотреть вряд ли мы сюда уже приедем хотя это находится не так далеко от праги сколько километров очень больше часа ехали вот такое уникальное интересное место мы сейчас находимся на берегу смерти посетили госпиталь и сразу за госпиталем находится кладбище еще когда-то здесь случилась очень страшная история и связи с этим здесь по-прежнему живет привидение и это не шутки вот здесь еще на территории все время клюшкает за замка на территории госпиталя есть магазинчик маленький там можно купить всякие травы чай и масла и варенье из облепихи там только что увидела ходу да и какого-то козлика в баночке там продавали но это какая-то трава какая-то настойка 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 из козлика вот ну а мы идем в сторону кладбище в замок кокс мы опоздали более чем на сто лет когда-то весь комплекс в себя включил замок с театром купальнями домами для гостей и лестницей с каскадом льющегося по праздникам вина в обычные дни целебной водой на одном берегу реки эльбы имену берегом жизни и площадкой с голубями, гномами, госпиталем и кладбищем на другом берегу реки, именуемым берегом смерти. Но может от того, что шутки со смертью хорошо не заканчиваются, в 1740 году в Куксе произошло сильное наводнение, буквально стеревшее берег жизни с лица земли и стоявших на берегу смерти гномов с голубями. Замок пришел в запустение, а в 1896 году и вовсе сгорел, а вот госпиталь с кладбищем остались невредимы. Еще одна связанная со смертью достопримечательность госпиталя – это замурованная в стену женщина. Когда в 1866 году вспыхнула эпидемия ТИФа, несчастная Регина, так звали эту женщину, заразилась, ухаживая за больными. Вполне нормальным решением работников госпиталя того времени было больную, нет, не вылечить, а замуровать в стену. В 1994 году во время реконструкции госпиталя было принято решение проверить, если это правда. И как вы думаете, что оказалось? Правильно, оказалось, что это правда. И что же сделали с несчастной, спросите вы? Да ничего, замуровали обратно. Но с тех самых пор работники госпиталя иногда видят ее, бродящей по замку. Ну вот такое старинное кладбище. Там где-то коза кричит. Некоторые могилы уже прям провалились. Вот это впереди, например. Ну и не любитель хождения по кладбищам. Единственное кладбище, по которым я могу спокойно прогуляться, это Перла-6 в Париже. И то мне там страшно было. Вот. Я помню, мы когда здесь зимой были, там прям были раскрытые могилы. Ну, понятно, ничего видно не было. Ну вот, вот кладбищем заканчивается, собственно, и цикл жизни. Об этом и вся эта история. Сначала был дворец, за ним госпиталь и кладбище. И действительно, осталось только кладбище с госпиталем. Я извини, Веселуха была. Да, Веселуха была на другом берегу, на правом. Ну да, Веселуха, Веселуха, потом у тебя плохо. Да, и ты умираешь. И потом умираешь. Вот так. Момент Амуры. Все, беру, что есть, там написано, что полоскогры заеду. Зато вот что растет на берегу смерти. Какие-то полосатенькие вещи. Скорее всего, это какие-то кабачки или арбузики. Арбузообразные. Арбузообразные. Что-то это я из арбузного края, называется, приехала. И вот какой подсолну, не подсолну, чище. Вот берег смерти. А это что, помидорки? Нет. Что-то кругленькое. А какой здесь аромат стоит. Жаль, его нельзя передать через камеру. Все эти травки пахнут так. Так, а это укропище такое здоровенное, что ли? Да, это вот кладут в это. Я так в Чехии не видела, что вот так запросто продавали. Это, если я не ошибаюсь, да, это укроп. Что-нибудь кладут. А, это не укроп? Нет. Обычно такое в огурчики кладут. Малосольное. Ну, значит, это не он. Из меня садовод вообще. Аж никакой. Вот то, что это подсолнух, я знаю. В общем... Ничего нет надежнее смерти. Берег смерти устоял. А мы возвращаемся на берег жизни, от которого остался... Тут плохо видно. Лестница. Также вот здесь есть виноградники. Отсюда следует следующее масло масляное. Что и по этой лестнице, наверное, все-таки в начале сентября течет местное вино. И если верить картине, висящей в госпитале, то раньше все это выглядело вот так. Замок и лестница, с льющейся по ней вином. Сейчас же берег жизни населяют обычные люди, которые сушат здесь обычное белье. Здесь вот такие домики. Но где-то здесь, я смутно помню, есть какие-то старинные домики ремесленников. И вот я надеюсь, мы сейчас к ним выйдем, к этим старинным домикам. А вот один мы нашли. Вот они, домики ремесленников. Домики буржуев, значит, смыло дворец. А рабочий класс не пострадал. Да, вот здесь табличка даже. Домики ремесленников. Какая улица прикольная, прям как на даче в детстве. Нет. Живут здесь обычные люди. Ремесленники. Ремесленники. Не все из них ремесленники. Что-то мне подсказывает, что... Да. Что эти домики не сильно дешево, даже, наверное, и стоят. Какая красота. Отсюда, как виден, Кукс. Госпиталь. Так, внимание. Внимание. Позор по-чешски значит внимание. Внимание. Здесь только кошки. Здесь только кошка. Да. И вот. Внимание. Здесь злой и опасный кот. Мух. Здесь тоже опасные кошки. И очень опасные зайцы. Что? Что? И здесь еще чешский мед. А, 190 крон плюс 9 крон банка. Что? Ну, вот и все, собственно. Можем ехать в Прагу? Или что-то еще будем здесь делать? Нет. Хочешь в Прагу? Ну, в Аду. В Аду. Или хочет в Аду. Очень нравится этот указатель. Значит, что здесь написано? Вот этот. В гору. С горы. Там какие-то... А у Нью-Йорка. На юг. Ты поняла. У них и юг, и север в одном направлении. В Прагу. В аптеку. В никуда. И в коварную. В кофейню. В топе. Вдох. Вказаться. Вдох. Вдох. сейчас попьем местного напитка под названием кафола вот это у нас никакое не пиво все-таки за рулем это у нас кафола местный не алкоголический напиток вот с таким божественным видом ее пьем красота же правда там что-то написано в общем барокко к которого вы не аж не ожидаете ну в принципе смотрю на эту красоту барокко я не ожидаю барокко вот здесь прям если пройти вниз по улице возвращались мы из кокса и вдруг увидели вот это чудо по-чешски это называется преграда по-русски плотина эдик помчался вот такая плотина красиво как на этой стороне да вот такая плотина когда-то возле моего города недалеко была каховская плотина печально известная уже помню в детстве там часто бывали сейчас ее нет говорят восстановлению не подлежит очень жаль очень жаль вот здесь такая красивая сказочная вот такая плотина какой замочек впереди еще в этой плотины да чехия очень красивая страна к сожалению здесь нет моря но зато вот есть очень неожиданные красивые места и еще здесь есть очень красивые горы и и и вот так два раза не вставая посетили и кукс и плотину а еще здесь недалеко есть прекрасный зоопарк формой сафари я в нем никогда не было я не очень люблю зоопарки прям все животные должны жить в вольной природе где-нибудь не в клетках ну в чехии это не такие зоопарки ужасные я ненавижу животные цирки с животными и зоопарки вот такие перед переездные с маленькими клеточками в чехии зоопарк пражский максимально о как здесь красиво максимально приближен к естественной среде обитания животных и вот здесь в этом городке как называется кралов двор как королевский двор как бы называется городок эта местность вот здесь тоже очень хороший зоопарк но он вот этот зоопарк в качестве такой типа сафари что-то но он же закрывается мы сегодня у него не успеваем лес краловстве королевский лес это место называется когда старинный мерседес стоит мы выяснили этот домик такой кукольный принадлежит но не принадлежит и там находится ответственная особа за это волшебное место вот так там кукольным место тоже кукольная природа невероятная вокруг леса горы еще здесь находится какой-то ресторанчик которым подают рыбку струх называется это рыбка по-чешски по-русски форель если я не ошибаюсь струх здесь водится он там тоже внизу какая-то какое-то веселье и лес красота же как жаль у нас окно грязное ну едем и вот через такую красоту ну дом подгулял конечно вот это вот так вот такие здесь места сейчас не видно но вот перед нами едут лошади специальном этом да а там перед лошадями едет карета машина везет карету видимо карета принадлежит все-таки этим лошадям ну не зря этот городок называется двур краловая же королевский двор вот такой здесь королевский двор со всей атрибутикой совсем инвентарем королевским вот карета и кони еще один следующий вот